по курсу астробиологии планетарной катастрофы. И вот так мне предложили прочитать еще одну лекцию в рамках такого общего курса, и поэтому я все-таки вот ее решил дочитать. И она заключается, эта лекция называется так, что как бы происхождение перспективы эволюции жизни на Земле именно в свете того, что мы называем астробиологией. То есть мы рассматриваем не просто конкретную реализацию жизни на Земле, как это делают биологи, а мы пытаемся через рассмотрение феномена жизни на нашей планете посмотреть, как это вообще может в других местах быть. Ну то есть немножко такой общий взгляд. И вообще разобраться с тем, что такое живое, и какие формы живое может приобретать, и, собственно говоря, каковы перспективы эволюции вообще на нашей планете жизни. И в частности человека. Вот такая у меня задача. Посмотрим, насколько это получится. Начнем мы с того, что вообще нужно дать определение живому. Вообще, а что такое жизнь, и чем живое отличается от неживого? На самом деле, несмотря на то, что вопрос, казалось бы, понятный и интуитивно ясный, вот такого простого определения на самом деле вы не найдете однозначного. Очень много различных трактовок, очень много различных версий этого определения. Ну, я вот просто предлагаю рассмотреть основные признаки живого, да? Вот так, как это в Википедии написано. Значит, они так обозначили жизнь, и вот некоторые признаки живого в виде квадратиков таких вот здесь вот изобразили. И действительно, если вы посмотрите какие-то вот такие очевидные примеры, то есть человек, собака, осьминог, медуза, ну, в общем, посмотрите какие-то примеры живых существ, то вы увидите, что все они растут и развиваются, все они воспроизводят потомство, наследуют признаки. Там есть некий гомеостаз у каждого из этих живых объектов, есть метаболизм, который, значит, позволяет им черпать энергию из каких-то химических реакций или света, то есть необязательно из химических реакций. Они, как правило, имеют клеточное строение и состав, ну, и, соответственно, нетривиальным образом реагируют на окружающую среду. И, в общем, это кажется достаточно естественным. Вот перечислили признаки и вот обозвали это живым. Но на самом деле, если вы посмотрите какие-то другие примеры явлений, которые, очевидно, не являются живыми, ну, как бы так интуитивно, например, такие, как пожар, смерч, кристалл, то вы увидите, что эти объекты тоже обладают многими признаками того, что, в общем, предлагается воспринимать как именно атрибут живой материи. Ну, например, понятно, что, например, все эти, значит, объекты, которые, очевидно, не живые, они, значит, растут и развиваются. Немножко по-другому, может быть, чем живые объекты, но, тем не менее, и пожар развивается, и растет, и смерч тоже зарождается и развивается, и кристаллы, все они, как бы, вот обладают этим свой. Значит, все они каким-то образом реагируют на изменения окружающей среды. Например, если пожар, пошел дождь, то пожар потух, собственно говоря, некая реакция произошла. Ветер дует, соответственно, пожар, наоборот, как бы переносится в другие места. Ну и так далее. Все они обладают тем или иным метаболизмом. Все они обладают некоторым, значит, гомеостазом. То есть смерч, например, вот очень характерный пример. То есть, ну, скажем, люди, которые... ...они просто, на самом деле, структуру этих смерчей классифицируют эти смерчи. Так же, как, например, происходит классификация живых объектов. Вот примерно так же классифицируются смерчи. Вот. Ну, кроме того, даже если мы посмотрим на некоторые живые объекты, очевидно, живые, такие как вирусы, такие как споры бактерии, на живые объекты в состоянии анабиоза, мы увидим, что как раз именно этими признаками они и не обладают. То есть, ну, они как бы не растут и не развиваются. У них нет реакции. То есть вирус, если он не активированный, находится в таком состоянии как бы переноса. Это просто некоторый такой кристалл ДНК. Споры бактерий тоже, они как бы не похожи. Никакого метаболизма, никакого гомеостаза, значит, у них нет. И таким образом получается, что... И больше того, многие из них не обладают клеточным строением. Например, вирусы не являются клеткой, не имеют клеточного строения. Таким образом, из всех этих признаков у нас остаются только два таких вот, скажем так, признака, которые вроде действительно с одной стороны всем живым объектам присущи, а с другой стороны неживые объекты вроде на них не претендуют. Но в какой-то степени эти два признака связаны между собой. Потому что можно ли представить себе наследование признаков без воспроизведения потомства? Ясно, что если что-то наследуется, то что-то воспроизводится. Поэтому в какой-то степени их вообще следует объединить, эти два признака. И вот таким методом немножко вот такого рассуждения мы приходим к некоторому определению, которое я бы хотел здесь как бы донести до слушателей, что на самом деле живые объекты по существу обладают единственной уникальной способностью, которая отличает их от неживых. Это воспроизводство дочерних объектов на следующих признаки материнского. То есть, грубо говоря, размножение. То есть, что умеет размножаться, то живое, а что не умеет размножаться, то неживое. Вот, собственно говоря, такое простое определение. Но эта простота, она, казалось бы, такая, в общем, казалось бы, просто. Но если вы посмотрите, какие определения, классические определения живого, то мы увидим, что, ну, что только не придумывают, ну, вот Фридрих Энгельс. Жизнь и способ существования белковых тел существенным моментом, который является постоянный обмен веществ с окружающей их внешней природой. Причём с прекращением этого обмена веществ прекращается и жизнь, что приводит к разложению белка. Ну, во-первых, уже понятно, что РНК-вирусы там могут и не содержать белка. Вот, что, значит, постоянного обмена веществ ни у вирусов, ни у, значит, бактерий в состоянии спор нет. Многие живые существа, например, впадают в состояние анабиоза, будучи высушенными, например, клавратки или будучи замороженными, как многие виды, я не знаю, там, рыб или насекомых. Вот, и в какой-то степени, когда, значит, говорится о том, что жизнь можно определить как активные идущие затраты, полученные из ней энергией поддержания и самовоспроизведения молекулярной структуры, то в какой-то степени это вот, ну, такое достаточно, с одной стороны, заложенное определение, а с другой стороны, масса примеров можно привести, которые здесь не попадают. Ну, это, в общем, ничего плохого в этом нет, потому что Энгельс жил очень давно, и, собственно говоря, было бы странно, если бы его определение было бы актуальным до сих пор. Хотя я вот приведу пример Дарвина, вот его определение эволюции, оно, хотя он жил тоже достаточно давно во времена Энгельса, но его определение работает до сих пор. Вот, вот Кенштейн, например, значит, определение. Живые тела, существующие на Земле, представляют собой открытые, саморегулирующие, самовоспроизводящиеся системы, построены из биокуринеров, биокуринокуриновых кислот. Вообще, вот здесь я хочу сказать, вот слово «самовоспроизводящаяся система» в какой-то степени отражает вот ту главную способность к размножению. Единственное, что многие люди воспринимают, ну, многие учёные воспринимают понятие самовоспроизводящейся системы, это не та система, которая размножается, а та система, которая просто-напросто устойчиво воспроизводит саму себя с затратами внешней энергии. Вот, поэтому я думаю, что если вот это воспринимать как размножающую систему, это вообще определение, ну, достаточно, с учётом, опять же, времени, достаточно хорошим является, тем более, что, значит, построенный из биополимеров, вот, и оговорка «живые тела, существующие на Земле», здесь очень тоже ценная. То есть, как бы, то есть, вот, то есть, Волькенштейн предполагает, что на самом деле могут быть какие-то другие, то есть, вот оно такое достаточно мягкое, с одной стороны, определение, ну, вот, более-менее, значит, актуальное. Вот, например, были попытки определить жизнь с точки зрения второго начала термодинамики, что жизнь — это процесс или система, вектор развития которой противоположен по направлению остальным неживым объектам Вселенной и направленной на решение собственной энтропии. Вот, ну, недостаток, да, мне даже, вот, я не нашёл, кого бы привязать к этому определению, потому что это такое, вот, как бы, она витала в воздухе, но, на самом деле, в какой-то степени оно немножко спекулятивно, потому что живые системы, будучи открытыми, вообще говоря, не являются термодинамическими, и термодинамические понятия, как, например, энтропия, должны применяться здесь очень осторожно, их использование, вообще-то говоря, некорректно для открытых систем. Поэтому, в какой-то степени, это такая немножко спекуляция, которая, вот, ну, как бы, во времена увлечения явлениями самоорганизации, вот, она таким образом формулировалась. Вот, ну, вот, например, можно ещё, значит, такое вот определение тоже жизни, значит, упомянуть. Жизнь – это фазово обособленная форма существования функционирующих автокатализаторов, способных к химическим мутациям и претерпевших достаточно длительную эволюцию за счёт естественного отбора. То есть здесь тоже интересно, потому что, собственно говоря, привязывается к эволюции, значит, жизнь – это хорошо, на самом деле. И очень интересно, что это автокатализаторы, потому что это сразу же привязывает к догеномной эпохе, как бы, жизнь, то есть, в общем, даётся достаточно общее определение. То есть, в общем, оно такое интересное определение, вот, и в какой-то степени, поэтому его тоже, вот, как бы, счёл необходимым привести тоже вот кибернетическое определение жизни. Значит, здесь, собственно говоря, упоминается слово информация. То есть это сейчас тоже достаточно, ну, то есть это одно из первых определений, где упоминается информация, что жизнь – это вообще способ существования информации, которая сама себя редуплицирует. То есть в какой-то степени вообще воспринимается то, что вообще информация, которая сама себя как бы воспроизводит, это и есть жизнь. Вот, а то, что она вот производит некие белковые тела и живые существа, то это нужно только для того, чтобы эта информация тестировала, насколько она правильная. Вот, такая точка зрения, информационно-центрическое, такое вот, как бы, определение жизни. Ну, вот, здесь Алексей Андреевич Липунов как бы, вот, выдвинул такое вот определение. Вот, но, тем не менее, всё-таки я хочу сказать, что наиболее такое, которое мне нравится определение, это всё-таки официальное определение НАСА, которое вот выработано в 1994 году, вот, что жизнь – это самоподдерживающаяся химическая система, способная к дарвиновской эволюции. Вот, то есть самая лаконичная, то есть некая химическая система, самоподдерживающая, способная к дарвиновской эволюции. Вообще, в принципе, вот, на мой взгляд, система, способная к эволюции, это и есть как бы определение живого, но это я сейчас постараюсь об этом, это показать. Вот, ну, почему я, значит, здесь вот мелькая фотография Карла Сагана, потому что Карл Саган, он, собственно говоря, тесно сотрудничал с НАСА, и он такое очень много сделал для популяризации астробиологии, и как он её называл, экзобиологией. Ну, он вёл термин экзобиологии, а термин астробиологии вёл наш соотечественник, вот, соотечественник Гаврил Андреевич Тихов, ещё в 50-е годы, то есть, собственно, 40-е, может быть, даже. Так что, в какой-то степени, да, но, значит, то, что он был каким-то образом связан с эволюцией, есть ещё одна очень любопытная связь. Дело в том, что я буду рассказывать про симбиотическую теорию эволюции сегодня, и вот симбиотическая теория эволюции создателя, это Лин Маргульс, была женой Карла Сагана, вот, ну, некоторое время, вот, как раз именно в то время, когда формировались взгляды и одного учёного, и другого, и в какой-то степени, мне кажется, они оказали друг на друга воздействие, и поэтому Карл Саган именно эволюционную, скажем так, вот способность к эволюции поставил, потому что он оказывал влияние на политику НАСА в этой области, поставил на, в общем, первое место с точки зрения определения жизни. Вот, а Лин Маргульс вообще очень интересный человек, я немножко потом о ней расскажу. Вот, ну, прежде чем, значит, двигаться дальше, вот можно провести такую небольшую, краткую классификацию систем. То есть, вот, на самом деле, мы можем рассматривать между живой системой и, скажем, простой механической системой есть целая иерархия систем, которые, ну, скажем так, по уровню усложнений. Это не линейная, конечно, такая классификация, то есть, они достаточно сложно бывают, как бы, перемешаны, вот, но тем не менее, значит, вот мы можем говорить о простой системе, это конечный набор параметров, систем материальных точек, например, детерминированное движение. Вот, можно дальше, дальше следующий уровень усложнения, это среда, ну, то есть, гидродинамический поток, например, вот, детерминированное движение, но при этом динамический хаос, тоже режим такой, там, существует, и поэтому это уже, в некотором смысле, сложная система. Вот, значит, термодинамическая система, в принципе, это хаотическое движение, макроскопические параметры со стационарной, это закрытая система, которая обладает локальными параметрами, например, ПЭТ, и глобальными, это объём и энтропия. Вот, практически такая же система, термодинамическая, но, например, открытая, то есть, это более общее понятие, статистическая система, то есть, когда у вас необязательно отсутствуют потоки, необязательно закрытая система, может быть и открытая, но при этом она стахастическая, состоит из одинаковых, значит, частиц, испытывающих хаотическое движение. Вот, нужно сказать, что здесь уже глобальные параметры, даже, например, объём для открытой системы, он, вообще-то говоря, не определен, потому что она открытая. Вот, точно так же не совсем определена, корректно определять здесь энтропию, и, соответственно, локальные параметры определяются достаточно строго, то есть, в такой статистической системе, это давление температуры, например. Вот, но дальше идёт усложнение следующее, то есть, например, если у вас большое число динамических параметров, уже сложной системы, например, но при этом, собственно говоря, эти параметры не обязательно имеют хаотическое движение. Например, вот можно привести пример, там, смоз матрицы, песок там, пересыпающийся куда-то. Вот это сложная система, но при этом она иерархически не организована. А есть сложные иерархически организованные системы. Это уже следующий уровень усложнения системы. Это пока еще физически неживые системы. То есть какой-нибудь микропроцессор, телевизор, океан, атмосфера. То есть это сложные иерархически организованные системы. Системы самоорганизации, то есть возникновение устойчивой собственной структуры, то есть использование внешних потоков энергии для формирования собственной структуры. То есть то, что приписывается живому в большом количестве определений, в принципе уже существует в системах самоорганизации. Но при этом эти системы, не обладая способностью к размножению, их нельзя отнести к живым, к полноценным системам. То есть смерч или ячейки бинара, то есть они образуются, они самоподдерживаются за счёт внешнего потока энергии, но при этом они не могут размножаться. Ну, ещё можно здесь выделить кибернетическую систему, которая обладает нетривиальной реакцией на внешнее воздействие. И главной такой характеристикой, которая характеризует и отличает кибернетическую систему от всех остальных систем, это наличие информации. Ну, то есть вот простая флешка, например, на которой записан фильм, это является кибернетическая система, компьютер является кибернетической системой. Ну, в общем, там, где есть информация, там и есть, собственно, кибернетическая система. И корректное определение информации возможно только в рамках специальным образом организованных систем. Так же, как корректное определение энтропии возможно в рамках термодинамической системы, точно так же и информацию возможно определить только в рамках кибернетической системы. К сожалению, очень много спекуляций на эту тему существует, возникает определение информации, которая привязана и к простым системам, и к самым разным системам, и поэтому это не совсем корректно получается, а для того, чтобы определять корректно, надо определять кибернетическую систему. Ну вот, наконец, мы добрались до живой системы, и вообще, я вот просто, ну я здесь уже, к сожалению, это написал, было бы интересно спросить о том, а что вообще является характерным отличием живой системы от неживой, ну кроме того, что она умеет размножаться. Так вот, интересной особенностью от всех остальных систем, живые системы обладают вот каким. То есть, когда мы говорим о живой системе, мы можем задавать вопрос, зачем. Вот когда мы говорим о любой физической системе неживой, вопрос, зачем, теряет смысл. Ну, например, нельзя задать вопрос, зачем в Солнечной системе Марс, например, да, или зачем Волга впадает в Каспийское море, да. То есть, это как бы вопросы бессмысленные, просто по причине того, что вот оно так вот, она впадает, и поэтому вот оно так и есть. И Марс тоже существует, а понятия, зачем Марс в Солнечной системе, не существует. Но вопрос, например, зачем бабочке крылья, или, например, зачем волку зубы, он совершенно осмысленен, и он имеет смысл. И вот это тоже является достаточно чёткой разницей между живыми и неживыми системами, за одним исключением. Есть ещё один класс системы, это искусственная система, это способность к выполнению определённых функций. Здесь тоже существует понятие целесообразности, и тоже существует вопрос, зачем. То есть, зачем, например, у телевизора кнопка выключения, например, тоже имеет смысл задать, потому что телевизор — это уже искусственная система. Ну и так далее. Я просто эту вот такую краткую классификацию привёл для того, чтобы потом, когда мы будем говорить про симбиоз, немножко, значит, ну как бы расширить круг рассматриваемых вопросов. Итак, значит, мы вот немножко, подводя итог нашему рассмотрению, потому что у нас задача была понять вообще, что такое живое вообще, чем живое отличается от неживого. И я думаю, что я, в принципе, как бы, ну, на мой взгляд, достаточно подробно этот вопрос осветил. И мы хотим остановиться на таком определении, как живой объект — это объект, способный воспроизводить себя, в кубочках размножаться, сохранением уникальных признаков у дочерних объектов. Вот, в принципе, в принципе, это определение, на мой взгляд, оно исчерпывающее, оно необходимо и достаточное для того, чтобы считать объект живым. Вот, и, соответственно, теорема, которую можно было бы здесь доказать, но мы не будем ее доказывать, заключается в том, что совокупность живых объектов в жизни неизбежно эволюционирует в случае, если уникальный признак, когда дочерних объектов иногда воспроизводится неточно. Вот, в принципе, поэтому, собственно говоря, применимость дарвиновской эволюции, то есть, и вообще говоря, то, что живое — это то, что подчиняется дарвиновской эволюции, оно в какой-то степени следует из этого определения, ну, потому что, если мы сейчас вот просто обратимся к... Так, ну, это я просто обвел это в рамочку, чтобы, как это называется, подвести некоторый итог тому, что я сейчас рассказываю. Вот, а вообще, теперь мы немножко коснемся вообще про эволюционные теории, я расскажу несколько, ну, скажем так, очень краткий обзор основных эволюционных теорий, которые сегодня существуют. Вот, ну, начнем с дарвиновской, собственно говоря. То есть, Чарльз Дарвин первым сформулировал теорию эволюции путем естественного отбора. Вот, это процесс, который следует из трех фактов о популяции. Вот три основных положения, которые, собственно, в теории Дарвина существовали. Просто нужно учесть, что Дарвин жил тогда, когда люди, ученые ничего не знали про гены, про мутации, про наследование генетической информации и так далее. То есть, вот три основных положения, что рождается больше потомства, чем может выжить. У разных организмов разные признаки, но черты он называл, что приводит к различию выживаемости и вероятности оставить потомство, и эти черты наследуют. То есть, грубо говоря, здесь есть три основных постулата, которые следуют из способностей живых систем к размножению. То есть, рождается больше потомства, чем может выжить. Выжить – это как бы естественное предположение. У разных организмов разные черты. То есть, это фактически постулат того, что сейчас называется изменчивость. А эти черты наследуемые – это тот постулат, который называется наследование признаков. То есть, вот эти живые объекты, они, с одной стороны, обладают способностью передавать признаки потомству, а с другой стороны, эти признаки, они немножко меняются от поколения к поколению, что дает возможность эволюции отбирать наиболее приспособленных особей. Собственно говоря, мы, сравнив эти положения Дарвиновской теории естественного отбора, собственно говоря, с нашим определением, фактически, можем сказать, что все вот эти признаки, они будут находиться у живых объектов, которые способны воспроизводить себя в сохранении уникальных признаков, черных объектов, только в том случае, правда, будет Дарвиновская, если эти признаки иногда воспроизводятся неточно. И поэтому, собственно говоря, мы привязали это к основной эволюционной теории, наше определение живого, и будем считать, что у нас более-менее все концы с концами сошлись. Здесь просто картинка, которая иллюстрирует, как это все происходит. Есть у нас какой-то живой объект, который воспроизводит не совсем точно сам себя, и эти, скажем, дочерние объекты, они обладают разной степенью жизнеспособности, вот этот беленький, он обладает низкой жизнеспособностью, а вот этот черненький обладает высокой жизнеспособностью. И это приводит к тому, что через несколько поколений вот этот вот черненький объект, он заполнит собой экологическую нишу и, собственно говоря, будет оставлять уже потомство, которое будет обладать его признаками, а не теми признаками, которые были у беленького объекта. Ну, в общем, это понятно. Это ещё в школе, наверное. То, что я рассказываю, это всё пока понятно. Там вообще никаких вопросов. Теперь немножко коснёмся более современной теории. Это то, что сейчас считается общепринятой теорией, массово общепринятой. Это называется синтетическая теория эволюции. Здесь можно перечислить основные положения теории эволюции. Значит, что локальная популяция, то есть они уже немножко уточняют положение Дарвина. То есть она конкретизируется, это Дарвиновская теория естественного отбора. Исходя из того, что весь вид делится на популяции, элементарной ячейкой отбора является популяция. Материалом для эволюции является мутационная рекомендационная изменчивость. То есть уже, поскольку сам Дарвин ничего не знал про гены, поэтому он ничего не знал ни про мутации, ни про рекомбинации генов. Ну и так далее. То есть все эти положения, они просто на самом деле являются некоторым уточнением Дарвиновской теории эволюции, которую можно коротко так её охарактеризовать. То есть синтетическая теория эволюции – это, грубо говоря, естественный отбор плюс генетика. Я могу сказать, что на самом деле Дарвиновская теория эволюции подвергалась большой критике, даже с точки зрения математиков. Потому что когда существовал Дарвин, была очень большая проблема. Дело в том, что считалось, что признаки наследуются не дискретно, как вот это мы сейчас знаем, потому что есть гены рецессивные, есть гены доминантные, и вот, скажем так, признаки, они либо наследуются, либо не наследуются. А считалось, что эти признаки наследуются, ну, условно говоря, делятся в пропорциях. То есть, скажем, если у мамы, например, голубые глаза, а у папы карие глаза, то будет некое среднее арифметическое. Оно так иногда и бывает, когда несколько генов регулирует цвет глаз. Но, как правило, если, скажем, один ген, то, например, ген кореглазости, он побеждает, если это, ну, скажем так, особь не гетерозиготная. Ну, мама, собственно, не гетерозиготная по признаку, а гомозиготная кореглазая, то ребенок обязательно будет кореглазым, например, вот в такой ситуации. Вот это мы сейчас это знаем, потому что это вот, значит, теория Менделя, который тоже не знал ничего про гены, но он вывел эти законы такого дискретного наследования. Вот, а если предположить плавное наследование, то концы с концами в эволюционной теории не сходилось. Там было очень много возражений, очень много было, и поэтому, когда вот выяснилось, что все-таки гены это вот дискретные такие вот кванты, грубо говоря, наследствования, то все сразу ученые успокоились, вот назвали эту теорию синтетической, вот, естественный отбор плюс генетика, и на этом как бы немножко успокоились. Но на самом деле в этой теории тоже существует, то есть это вот как бы современный уровень, а то, что я сейчас рассказываю, это вот некоторое такое уже, ну, скажем так, как это все дальше развивается. На самом деле там существуют две проблемы в синтетической теории эволюции, а именно, как происходила эволюция на той стадии, когда у живых существ еще не было генетического аппарата, и вторая проблема – это количественные оценки вероятности некоторых эволюционных событий дают совершенно исчезающие малые величины, то есть если попытаться как-то это количественно оценить, то действительно возникают вот такие вот проблемы. Ну, немножко я, значит, покажу такую картинку, которая описывает синтез белка. Это вот картинку нужно пояснять, она вообще знакома, это вообще, в принципе, проходится в школе. Вот, то есть это, на этой картинке показано что? Что вот в ядре находится ДНК, вот двойная спираль ДНК. Значит, в ядре происходит такой, скажем, процесс, который называется транскрипция, то есть, грубо говоря, синтезируется РНК, которая фактически повторяет структуру ДНК. Потом эта РНК выползает, так называемая матричная РНК, выползает, значит, в цитоплазму, и там на рибосомах начинается синтез белка. Вот синтез белка происходит, значит, вот при участии вот такой, значит, гигантской молекулы, которая называется рибосома, которая состоит из двух РНК-субъединиц, и плюс ещё порядка 30 белков, которые, значит, одевают эту, значит, РНК-основу, вот, которые обеспечивают совершенно уникальную операцию. То есть, они что делают? Значит, есть ещё такой вот транспортный РНК, который, с одной стороны, имеет некий, некоторый набор антикодонов, и вот этими цветными кружочками обозначены нуклеотидные основания, то есть, их там 4 типа всего у людей, да, ну и вообще у млекопитающих и высших, значит, животных и растений. Вот, и второй конец, он прикрепляется к строго определённой аминокислоте. И вот такой набор транспортных РНК, они тоже приходят в рибосому, и в зависимости от того, как у нас устроена вот эта матричная РНК, комплементарные вот эти вот антикодоны цепляются к вот этой матричной РНК и синтезируют строго определённую последовательность аминокислот, из которой потом уже в результате некой самосборки формируется белковая молекула, которая будет выполнять строго определённые функции. Вот представить себе, что вот это всё возникло, значит, одномоментно, практически невозможно. Это всё равно, чтобы представить себе, что Бог сотворил там землю и живых существ, потому что ясно, что была какая-то эволюция, которая существовала до того момента, как вот этот вот совершенно уникальный механизм синтеза белка был создан. Ну, в некотором смысле даже была такая шутка тоже вот у молекулярных биологов, что вот Бог, он создал на самом деле рибосому, а всё остальное, значит, как бы там эволюцией сделало. Вот, потому что, по большому счёту, причём удивительно временные характеристики вот этого процесса, потому что, если мы говорим, что, значит, возраст Вселенной 13 миллиардов лет, и Солнце образовало где-то, ну, 5 миллиардов лет назад, Земля 4,5 миллиарда лет назад, то жизнь уже вот с этими процессами биосинтеза белка, она уже существовала, грубо говоря, где-то 4 миллиарда лет назад, то есть полмиллиарда было достаточно, чтобы создать вот такой вот страшно сложный синтетический опарат. При том, что вот те, кто ходил на мои лекции по астробиологии, я рассказывал про, например, такие вот катастрофы, которые были в истории Земли, как лигниновая и целлюлозная, когда растения придумали целлюлозу, грубо говоря, ну, изобрели целлюлозу, так сказать, в результате дарвиновского отбора, а бактерии длительное время не могли научиться эту целлюлозу каким-то образом переваривать и съедать, и поэтому накапливались большие количества органики. Вот, сначала это была целлюлоза, потом это был лигнин, которая такая вот немножко продвинутая форма, значит, разветвлённая форма целлюлоза, да, вот, и которая привела, в общем, к некоторой катастрофе такой климатической, потому что огромное количество углекислого газа было извлечено из атмосферы. Так вот, это тоже потребовало, на самом деле, вот изобретение бактериями способа переваривать эту целлюлозу тоже потребовало несколько десятков, может быть, миллионов лет. А то, что вот такой вот совершенно фантастический механизм синтеза белка был создан за полмиллиарда, полмиллиарда, пятьсот миллионов лет, это, конечно, представляется очень удивительным. Вот, ну, здесь вот изложены, кстати, основные этапы, такие на пути эволюции, которые тоже надо примерно себе представлять. Вот кислородный фотосинтез, который, значит, характеризуется примерно периодом два с половиной миллиарда лет, то есть, и многоклеточный, который возникли где-то примерно миллиард лет назад. И, собственно говоря, мы уже потом возникли из многоклеточных. Тоже просто представить себе скорость эволюции, как это вот выглядело. Вот, и так, значит, вот все-таки мы давайте вернемся к этим двух проблемам и посмотрим, а как можно вообще вот эти вот проблемы решить, и что в этой области существует. На самом деле, попытка решения этих проблем привела к созданию теории, которые все чаще называют симбиотической теорией эволюции. То есть, ну, как бы, собственно, я уже вот показывал фотографию Ильи Маргулис, которая, собственно, работала в этой области, которая, ну, в какой-то степени считают основоположницей этой теории, хотя сама она, как бы, немножко скромнее там высказывается, то есть она не называла это симбиотической теорией эволюции. Вот, она, скорее говоря, говорила о механизмах симбиотического происхождения эокариотических клеток, то есть она занималась более узким вопросом. Вот, но надо сказать, что вот эти идеи, которые развивала, значит, Маргулис, в принципе, как это часто бывает, задолго до этого высказывал Андрей Сергеевич Фоминицын, который, собственно говоря, и открыл явление симбиоза у лишайников. То есть, вот, собственно, первое симбиотическое существо, которое было, значит, открыто и которое было исследовано, было исследовано Фоминицыном, и это был лишайник. Ну, вот здесь вот картинки лишайников, какие они бывают. Это большая-большая группа таких существ симбиотических, которые, собственно, представляют собой симбиоз гриба и водоросли. То есть водоросли обеспечивают фотосинтез, а гриб обеспечивает выживание этим водорослям, то есть это эндосимбионт, то есть водоросли живут внутри соответствующих грибов. Но я хочу сказать, что, конечно, Маргулис пошла дальше. Что вообще такого уникального она сделала? Она является автором работ, в которых показано, что эокариотическая клетка в значительной степени сформирована не в результате вот такого просто генетической, генетической эволюции, когда какие-то мутации приводили к появлению каких-то свойств этой клетки. А возникло в результате того, что просто разные прокариотические существа на самом деле становились эндосимбионтами. Ну, например, митохондрия, которая просто поселилась внутри протоэокариотической клетки. Ну, то есть когда-то такая вот как бы метахондриально подобная бактерия, которая была свободно плавающей, жила отдельно от хозяина, поселилась внутри другой клетки, которая потом стала уже эокариотической и прижилась там. И, собственно говоря, следы вот такой вот самостоятельной жизни митохондрии мы видим в виде того, что в митохондриях существует своя собственная ДНК. То есть не только в ядре существует ДНК, но и в митохондриях. И это, собственно говоря, та ДНК, которая досталась в наследство от такого прото-митохондрии, которые свободно были плавающие, которые превратились в эндосимбионтов. Но самое интересное, на самом деле вот идея о том, что митохондрии являются эндосимбионтами и, собственно говоря, вот такое вот симбиотическое происхождение митохондрии высказывалось тоже еще до Моргус. Просто она, ну это был как бы некий уникальный пример, она развила целую серию таких вот эндосимбиотических органов. В частности, например, тоже высказывается предположение, было высказано предположение, что ядро тоже является таким эндосимбионтом. Это вообще уникально, потому что ядро хранит информацию о, грубо говоря, генетике эукариотических клеток. И в частности, скажем, человек, который тоже состоит из эукариотических клеток, нашей генетической информации тоже находится в ядре. И предположить, что ядро когда-то давным-давно было просто вирусом, который попало в клетку и так прижилось там, в этой клетке. И потом, на самом деле, часть той ДНК, которая была в той протоэукариотической клетке, просто-напросто было перенесено в этот вирус, который эндосимбиотический. И потом этот вирус стал необходимым элементом и фактически всю информацию генетическую забрал себе и выполняет функции такого диспетчера в наших эукариотических клетках. Это вообще кажется таким фантастическим, но на самом деле, если вы посмотрите структуру ядерной мембраны, то она очень напоминает структуру мембраны вирусов, некоторых вирусов. Вот здесь немножко более подробно написано, что, собственно, Лин Маргулис делала. То есть вот она именно занималась исследованием клеточных органоидов в развитии эндосимбиотической теории происхождения органоидов клетки. То есть это не называлось еще симбиотической теорией эволюции, это просто эндосимбиотическая теория происхождения органоидов. То есть впервые, собственно говоря, такую теорию, такую, предположим, высказывал Фоминицин. Вот, и, собственно, у него были последователи, которые развивали эти взгляды. Вот, но, значит, именно последовательно показать на большом количестве примеров, среди которых, конечно, значительную часть играют растительные, потому что она была ботаником. Собственно говоря, вот Маргулис была ботаником, и поэтому она занималась не столько животными клетками, сколько растительными, в которых, на самом деле, тоже есть свои симбионты. Я сейчас их покажу просто. Вот, но что еще интересно, что, на самом деле, она сформулировала название, собственно, вот эокариоты, которых мы сейчас активно используем. То есть то, что противостоит прокариотам, это тоже она как бы придумала, потому что, собственно, это вот был ее вклад в науку. То, что она предположила, что вот эокариотические клетки возникли в результате симбиоза прокариотических клеток нескольких. И вот это привело к созданию совершенно новой, уникальной ситуации в биологии, именно вот возникновения эокариотических клеток. Ну, вот здесь я как раз говорил про растительные клетки, поскольку Лин Маргулис была ботаником, она в основном изучала, конечно, на примере растительных клеток. Вот здесь вот показаны такие вот пластиды, которые, собственно, являются фотосинтезирующими элементами растительных клеток, и которые тоже когда-то были свободно плавающими самостоятельными организмами, которые поселились в составе растительных клеток. Вот они называются пластиды. Внутри этих органелл происходит, собственно, сам фотосинтез, и растительные клетки по существу являются всего-навсего таким, скажем так, как бы это сказать, резервуаром для того, чтобы вот эти органеллы поддерживать их в жизнеспособном состоянии. Так же, как практически вся энергия вырабатывается в митохондриях, которые тоже были эндосимбионтами, у растений фотосинтезом занимаются тоже такие вот эндосимбиотические, скажем так, органеллы, которые когда-то были свободно плавающими. Ну, давайте сформулируем всё-таки, что же такое симбиотическая теория эволюции, чем она отличается от синтетической, что нового она, значит, привносит. Ну, надо сказать, что здесь есть три основных таких вот, скажем так, элемента в этой теории. Во-первых, она не противостоит, то есть она не отменяет ни синтетическую, ни теорию дарвиновскую. И, кстати, синтетическая теория тоже, она не отменяет вот эту дарвиновскую естественную отбору, она просто дополняет генетическими, грубо говоря, знаниями эти взгляды. Вот, а симбиотическая теория, соответственно, она дополняет вот эту, скажем так, теорию синтетическую уже, она дополняет, собственно говоря, вот механизмами симбиотическими. То есть, ну, здесь есть несколько таких вот важных моментов. Ну, во-первых, очень многим на самом деле не нравилась дарвиновская теория, потому что она как бы педалирует понятие конкуренции между отдельными организмами, между видами, и как бы таким образом выступает в качестве аполигетики такого, то, что называется социальный дарвинизм, что вот человеку человеку волк, что вот люди должны бороться между собой за существование. И как бы говорит, ну, вот природа так вот устроена, и поэтому мы вот неизбежно, как часть природы, должны друг с другом бороться, потому что вот природа такая. Ну, вот симбиоз показывает, на самом деле, примеры сотрудничества не только межвидового, но и внутривидового, и, собственно говоря, это является неким противовесом дарвиновской конкуренции. На самом деле, конечно, никаким противовесом это не является, потому что сотрудничество отдельных видов, сотрудничество отдельных особей в рамках вот такого симбиотического партнерства, оно не отменяет конкуренции, а просто эти симбиотические сообщества конкурируют с другими симбиотическими сообществами, что также не отменяет конкуренцию и также не отменяет сотрудничество, потому что это вот всё как бы пронизано вот этими тенденциями. То есть, с одной стороны, сотрудничество дает, условно говоря, повышает конкурентоспособность этих самых новых организмов. Но надо сказать, что, конечно, основной вклад в симбиотическую теорию эволюции, она вносит именно в понятие изменчивости, симбиотическое и в понятие наследования. То есть кроме генетической изменчивости, которая связана с мутациями, у нас есть симбиотическая изменчивость и, соответственно, симбиотическое наследование, дополнительно генетическое. Ну что такое симбиотическая изменчивость? Грубо говоря, плавали отдельно протеокариотическая клетка и протомитохондрия, каждая сам по себе. Потом протомитохондрия была либо съедена, не до конца переварена, либо поселилась внутри протоэокариотической, и стали они жить вместе. Ни в одной из этих клеток не произошло ни одной мутации, с одной стороны. С другой стороны, образовался новый организм, который уже продолжил существовать в такой новой форме. И то, что протомитохондрия поселилась в рамках этого протоэокариота, это стало наследоваться. То есть следующее поколение уже таких эокариотических клеток, протоэокариотических, уже содержали вот эти протомитохондрии в своём составе, и это уже был наследуемый признак, который наследовался не генетическим способом, а наследовался вот таким симбиотическим способом. То же самое изменчивость. То есть вот когда они стали жить вместе, это произошло существенное изменение. На, скажем так, организм возник новый организм, новый тип организмов, и это опять же не было связано ни с какими изменениями генов ни в одном организме, ни в другом организме. То есть это не генетическая изменчивость и не генетическое наследование. И вот в этом отношении симбиотическая теория развивает, собственно говоря, то, что называется синтетической теорией эволюции, которая является современной. Я считаю, что вот это вот нужно считать уже более-более современной уже этой теорией, и на мой взгляд, это уже более-менее общепринятая сегодня становится такая точка зрения. Вот. Ну, я немножко расскажу вообще о том, какие бывают симбиотические животные, просто покажу несколько картинок. Потом, значит, мы попытаемся проанализировать, что у нас происходит с человеком. У нас до скольки лекции, просто вот я не помню. 15.00. 15.00, да? Я просто, чтобы понимать, сколько у меня ещё осталось. Ну, вот я просто приведу примеры нескольких таких вот. Ну, во-первых, есть такие хорошо известные примеры. Знаете, там вот рак-отшельник, на нём сидит актиния, то есть вот они симбиоз, потому что рак-отшельник, он помогает актинии двигаться, а актиния защищает этого отшельника от, скажем, каких-то хищников, и вот они помогают друг другу. Но на самом деле симбиоз гораздо шире распространён в микромире. Вот здесь изображена инфузория, внутри которой живут, собственно говоря, тоже фотосинтезирующие водоросли, которые её питают. И это один из вообще современных трендов. То есть вот сегодня, если говорить об эволюции, которая происходит на нашей планете, то вот этот тренд о том, что, скажем, фотосинтезирующие растения начинают селиться, ну или организмы, грубо говоря, фотосинтезирующие, более общие, не обязательно растения, фотосинтезирующие организмы начинают селиться внутри организмов, которые, казалось бы, не имели никакого отношения к фотосинтезу, это вообще вот такой достаточно активный тренд. Я буду сейчас показывать разные такие примеры. И это вот то, что на наших глазах, это новый шаг. То есть у нас мы должны привыкать к тому, что наши животные, там, скажем, если бы не было человека, да, через там 100 миллионов лет, они бы все бы стали фотосинтезирующими, потому что это даёт конкурентные преимущества. Вот инфузория, например, да. Вот такой тоже пример, это скелеты радиолярий. То есть это вот такие вот одноклеточные существа, внутри которых селятся автотрофные, собственно говоря, ну это либо водоросли, либо это, значит, фотосинтезирующие бактерии. Вот такие вот красивые, значит, скелетики, это радиолярии. Они, эти радиолярии живут, собственно говоря, чем они интересны? Тем, что они занимают основную территорию нашей планеты. То есть основная территория, как вы знаете, это представляет собой океан. Основная часть океана – это океаническая пустыня. То есть это область, скажем так, вод, где очень низкое содержание минеральных веществ, из-за чего жизнь крайне скудная. И вот в этой крайне скудной, значит, с точки зрения обеспеченности минералами в воде только симбиотические существа получают возможность выживать. Потому что когда у вас, вот здесь вот так схематично показано, что вот эти вот как бы водоросли, да, и они как бы поставляют продукты своей жизнедеятельности, фотосинтеза, поставляют этому существу хозяину, да, это существо хозяин, собственно, их использует, собственно, эту энергию, которая выделяется в результате фотосинтеза, разлагает. И вот эти продукты разложения, которые необходимы для того, чтобы опять осуществлять синтез, они достаются этим водорослям, и поэтому они живут в богатой, с точки зрения минерала, в среде, собственно, и они таким образом питают друг друга, и они не нуждаются в наличии большого количества минералов в окружающей воде. И вот это радиолярии. Ну, это такие вот, это планктон, то, что называется, это очень распространённая, просто она красивая форма. Вот, например, тоже интересный момент, когда, собственно, симбиоз существ, которые принадлежат разным царствам, там, животные и растения, да, то есть это вот калибри, у которых клюв, например, он специально приспособлен для того, чтобы брать нектар только у определённых цветов. И вот данный вид, например, цветов опыляется только этими калибри, потому что только его клюв, с его клювом можно там достать этот нектар. То есть вот и птицы, и цветы, как бы, да, вот они, соответственно, приспособлены уже друг к другу. Ну, вот это такое, тоже вот, в рамках этого тренда, значит, это тридакна, гигантская тридакна, которая имеет мантию. Ну, тридакна – это моллюск такой двухстворчатый, только он может быть достаточно большим, там, метр. Вот, собственно, у него там мантия. Это мантия, в этой мантии тоже живут фотосинтезирующие бактерии. Вот, и они получают не только, скажем так, минеральные вещества, но они получают защиту. То есть, когда вокруг нет хищников, значит, эта тридакна раскрывается, эта мантия выпускается наружу, и, собственно, водоросли занимаются фотосинтезом спокойно и питают эту тридакну. А когда появляется какой-то хищник, который норовит это съесть, то этот тридакна эту мантию втягивает в себя и створки закрывает, и, собственно говоря, вот таким образом они вместе сожительствуют. Это вот такое реально существующее фотосинтезирующее животное, которое сегодня уже существует. Вот так она, примерно так ее размеры выглядят. То есть, одна из таких вот раковин. Ну, это как бы моллюски все-таки, это где-то вода и что-то такое вообще. А вот уже просто на четырех лапках животное, это саламандра такая вот, у которой в коже тоже живут водоросли, которые тоже обладают способностью фотосинтеза и тоже обладают способностью питания. И вообще это очень распространено. Например, я вот говорил, что основная часть поверхности Мирового океана населена такими вот симбиотическими организмами. Если говорить, например, о тундре, который тоже населен ягелем, ягель – это форма лишайника, это тоже достаточно большие территории. Горные территории, пустыни – это все вот царство симбионтов, потому что симбиотически организованные такие вот организмы, они обладают повышенной выживаемостью. Но на самом деле это очень распространено, потому что даже вот, например, обычный лес и обычные грибы, мы как бы, может быть, не задумываясь об этом, но на самом деле они живут тоже в симбиозе, потому что вот эта грибница, которая, собственно, пронизывает почву, она обладает гораздо большей способностью, чем корни дерева по впитыванию микроэлементов. И таким образом грибница поставляет на дерево микроэлементы, которые необходимы для дерева, для деревьев. А, собственно, грибница получает, соответственно, там сахара, которые необходимы для того, чтобы осуществлять метаболизм. И это фактически все наши леса, которые вот средней полосы и, собственно, ну, в основном вот средней полосы, это по существу симбиотическое такое вот существо, в котором грибы и деревья связаны вот такими симбиотическими связями. Ну, я на самом деле так... Ну, по большому счёту, конечно, симбиоз гораздо более распространён, может быть, чем мы можем подумать. Какая-нибудь корова – это тоже симбиотическое существо. Вот это вот вы понимаете, да, то есть вот что корова, например, она тоже является симбионтом. Или это не совсем общеизвестно? То, что корова – симбионт, это вот насколько... Вот кто это знает, что корова – симбионт? С человеком, кстати, тоже. То есть, слушайте, тогда я должен рассказать, потому что... Дело в том, что корова, она сама по себе не умеет... Вообще мы, млекопитающие, не умеем переваривать целлюлозу, не умеем переваривать, собственно говоря, вот сено, которое ест корова. Поэтому у коровы есть специальный отдел желудка, в котором живут специальные бактерии, которые вот обладают этой способностью переваривать целлюлозу, а уже корова питается... То есть, это, грубо говоря, ходячий мешок с вот этими бактериями. И кто кого эксплуатирует здесь непонятно, потому что ни корова без этих бактерий прожить не сможет, ни бактерии без этой коровы тоже, на самом деле, будут нежизнеспособны. То есть, это вот такой вот тоже пример симбиоза. Вообще, ну вот, собственно говоря, мы сейчас будем заниматься эволюцией человека. У меня ещё осталось время немножко, да, потому что, значит, вопрос о том, а является ли человек симбиотическим существом, да? Ну, на самом деле, мы обязательную часть моей лекции закончили. Я буду сейчас уже рассказывать такие вещи просто для интереса. Скажем, гипотезы, такие немножко философские, как бы вот. Значит, вот точка зрения, такая классическая точка зрения на происхождение человека, да? Вот была обезьяна, вот она стала там, овладела орудиями, там, убийства, там, труда, вот, и потихонечку превратилась в человека, да? Вот так это воспринимается, что вот был примат, вот стал человеком. На самом деле, сейчас тоже, вот, человека тоже склонны большинству уже учёных воспринимать как симбиотическое существо. Вот это тоже мало кто знает, да? Вот кто-нибудь слышал о том, что человек симбиотический, а? А это же как бы коровы, что она убегает? Ну, нет, это само собой. Нет, конечно, то, что у нас 3 килограмма бактерий, которые живут, и без которых мы, как это называется, тоже загнёмся, но, в принципе, мы проживём без них, в отличие от коровы. То есть это, так называемая, облигатная, то есть есть обязательная форма симбиоза, а у нас она такая как бы, то есть мы, в принципе, можем обойтись, мы просто будем плохо себя чувствовать, корова-то просто погибнет. Но речь идёт о другом симбиозе, о том, что вот всё больше, скажем так, учёных, ну и философов, и биологов, и биофизиков, начинают воспринимать человека как симбиотическое существо в другом ключе. Дело в том, что вот если мы возьмём телефон, да, то мы понимаем, что вот у телефона есть как бы две компоненты основные, да, то есть это как бы хард и софт, да, то есть вот это железо, условно говоря, и программное обеспечение. И вот по большому счёту существует точка зрения, в соответствии с которой на самом деле эволюцию человека нужно воспринимать вот таким образом, то есть это как коэволюция примата, который, собственно, и остался приматом, то есть вот был примат, я говорю, тоже примат, как бы, да, но в недрах примата, именно на нейронной сети, грубо говоря, мозга этого примата возникло некое информационное существо, которое мы называем человеческой личностью или, собственно, человеком. И в этом смысле, значит, симбиоз заключается в том, что, значит, это информационное существо, оно, во-первых, оно, как вы понимаете, оно не размножается при, вот обычно, вот когда примат размножается, да, возникает ребёнок. Если этого ребёнка лишить человеческое общество, поселить его где-нибудь там среди волков, то вот этот человек, он там не появится. То есть человеческая личность, на самом деле, у ребёнка, изолированного от человеческого общества, не возникает. Это как бы такой тоже известный факт. То есть вот это информационное существо, оно размножается другим способом. Оно как бы формируется под воздействием среды, под воздействием тех, с кем общается человек, оно формируется отдельно, естественно, на основе этого примата, то есть как бы в нейронной сети мозга этого примата, но тем не менее оно формируется отдельно, оно по-другому размножается. И исходя из нашего определения, оно является живым существом, потому что оно имеет способность к размножению. То есть человеческая личность размножается, но она размножается отдельно от примата, с которым она находится в симбиотических состояниях. Это понятно, что я говорю? Что значит размножаться отдельно? Размножается независимо. То есть личность, когда ребёнок рождается, он лишён личности. Если его поселить у волков, то личность не возникнет. А размножение личности происходит путём того, что окружение формирует, это новое сознание формирует под воздействием большого количества. Грубо говоря, родители. Размножение такое, не два родителя, муж с женой, это родители, бабушка с дедушкой, братик с сестра, учительница первого класса, преподаватель. Я сейчас тоже в какой-то степени делюсь с вами информацией. Это тоже в некотором смысле не такие переносы сознания. То есть здесь просто влияние имеется? Ну, влияние, да. То есть вот это размножение происходит именно таким опосредованным образом. Но вот это вот такая точка зрения. Но смотрите, что из этого следует. А из этого следует вот что. Что если у нас вот этот человек, условно говоря, находится в симбиотическом отношении с приматом, то возникает вопрос, а может ли это... Ну, так же, как, например, рак-отшельник, он находится в симбиотическом отношении с раковинкой от моллюска, которая, значит, погибает, раковинка остаётся, а рак-отшельник поселяется в этой раковинке, да? Вот вопрос. А может ли человек, то есть человеческое сознание, вообще-то говоря, выбрать какой-то другой носитель для себя? Ну, вы уже понимаете. Вот кто слышал такой термин «трансгуманизм»? То есть вот это уже все слышали, да? Ну, вот это примерно то, о чём я сейчас говорю. То есть на самом деле считается, что трансгуманизм – это, грубо говоря, так, что вот мы достигли некоторого уровня, скажем, развития науки, что мы сможем себе через какое-то время создать искусственный носитель, да? Для того, чтобы находиться в симбиотических отношениях с этим искусственным носителем. Но, кроме этого, у нас есть, возникает возможность, а можем ли мы каким-то образом совершенствовать тот носитель, который есть? Например, с точки зрения человека, но имеется в виду вот именно человеческой личности, время жизни человека крайне мало. Мы фактически только к 25, может быть, к 30 годам достигаем профессиональной зрелости, начинаем нормально, как бы, приобретаем, скажем так, нормальный социальный статус в обществе, да? Проходит ещё там 20 лет, 50 лет и уже 60 лет, уже на пенсию пора, да? Вот. И вот этот вот период активной жизни, он относительно маленький, а если учесть, что за этот период активной жизни нужно ещё, собственно говоря, обеспечить биологическое воспроизведение, нужно ещё обеспечить социальное воспроизведение, да, тех самых, то оказывается, что на самом деле нам крайне не хватает времени жизни, то есть для того, чтобы полноценно развиваться. И в этой связи, значит, я вот сейчас просто хочу рассказать о двух направлениях эволюции человека. Они связаны с тем, что, значит, это просто совершенствование нашего тела и борьба со старением, условно говоря. И второе – это пересадка сознания. Вот два таких. У меня есть ещё полчаса, но я постараюсь рассказать. Значит, во-первых, я здесь расскажу об информационной теории старения, вообще, почему мы стареем, вот, и как можно с этим бороться, и вообще, насколько можно продлить человеческую жизнь. Значит, ну, значит, давайте так. То есть мы состоим из клеток. Вот здесь символически изображена клетка, а это вот двойной набор ДНК. Это как бы двойной набор хромосон, но здесь оно показано в виде просто двух таких вот хромосон, в которых возникают ошибки, то есть мутации. Вот, причём, значит, ну, они возникают случайным образом. Причём, если они уже возникли один раз в этой клетке, то эта клетка, которая делится, то эти ошибки, они будут, либо они будут просто воспроизводиться, то есть они не будут уменьшаться, либо будут возникать ещё новые. То есть количество ошибок в клетках нашего организма будет непрерывно расти с течением времени. Вот. Таких генетических. По мере того, как количество ошибок будет расти, функциональность клеток будет падать, функциональность организма тоже будет падать. Значит, на фоне некоторой внешней среды, которая, кстати, колеблется у нас, то есть какие-то заболевания, какие-то нагрузки, и вот эта падающая функциональность приводит к тому, что когда ниже критического уровня становится функциональность, то наступает смерть. Вот такая вот простая теория. Вот эта теория, в принципе, значит, возникла достаточно давно. Вот. Она называлась теорией соматических мутаций. Предложил Силлард в 1959 году. Вот. Но там была одна проблема в этой теории. Она заключалась в том, что непонятно было, почему же дети рождаются молодыми. Потому что если у нас накапливаются ошибки во всех клетках организма, к 30 годам, скажем, когда у нас появляются дети, ну или к 20, там, не важно, в принципе, у нас уже достаточное количество ошибок, зародышевая линия тоже, это клеточная линия, и, в принципе, дети тоже были бы должны нести груз этих вот первичных ошибок. Вот. Ну вот здесь схематично это всё изображено, они будут долго подаваться. Вот так вот это выглядит, этот парадокс. То есть почему дети рождаются снова с каким-то минимальным уровнем ошибок, и почему это всё продолжается. Поэтому какое-то время вот эта вот теория соматических мутаций, она была в какой-то степени на периферии вот этой вот геронтологической науки, потому что вот этот парадокс был неразрушён. Я просто вот здесь хочу рассказать о нашей работе, которую мы сделали в 2009 году. Мы как бы разрешили этот парадокс, и вот как мы это разрешили, он достаточно просто разрешается. Вот. И он заключается в том, что механизм, который избавляет потомство от ошибок, заключается в наличии двух, собственно говоря, процессов, которые сопровождают половой процесс. А именно... Ну то есть вы знаете, что обычное деление, которое делится клетки, и половой процесс – это разные виды деления, метоз и миюз, да? Вот кто это знает? То есть это... Понятно. То есть смотрите, то есть обычное деление – это просто вот когда берётся, грубо говоря, у вас есть последовательность ДНК, и формируется, значит, некоторая просто копия, как вот, знаете, как вот на матрице там делается отпечаток, да? Вот. Она, естественно, комплементарная получается, то есть там, например, там аденин, стазин, там, ну, в общем, как бы комплементарно, но она один к одному формируется. А вот во время полового процесса там происходит сложная, на самом деле, ну, скажем так, перестройка генетического аппарата, который состоит из двух таких основных процессов. То есть происходит то, что называется рекомбинация генов. То есть отдельное... Значит, вот берётся клетка зародышевого пути, и вот здесь вот видите, у неё какие-то ошибки, значит, накапились от нолики там, да? Вот. И там происходит рекомбинация генов. Это значит, отдельные хромосомы меняются участками, некоторым случайным образом. Потом эти, поменявшись отдельными участками, эти хромосомы расходятся и формируют так называемые гоплоидные клетки, то есть гоплоидные – это гометы, то есть там одиночный набор хромосом, не двойной, как у обычной диплоидной клетки, а одиночный. Это сперматозоиды и яйцеклетки. Собственно говоря. Вот этот вот процесс, вот этот процесс, в нём есть некий смысл статистический. Он заключается в том, что при таком вот красинговере, при такой рекомбинации генов, ну вот здесь показан пример, вот этот участок, вот этим участком, вот они поменялись, эти две хромосомы, да? Вот. И что у нас возникло? У нас возникло то, что одна из гомет оказалась чистая от ошибок, то есть ни ошибок не осталось. Вот такая принципиальная возможность снижения, то есть если клетки при обычном делении всегда либо сохраняют количество ошибок генетических, либо их количество увеличивается, то вот при таком красинговере существует не нулевая, отличная от нуля вероятность появления гомет с меньшей плотностью ошибок, чем у, собственно говоря, исходных клеток. Ну а дальше всё просто. То есть те гометы, в которых ошибок много, они не дают потомство, потому что они не выдерживают конкурентного отбора с теми гометами, которые, условно говоря, ошибок не садишь. Ну, грубо говоря, там сперматозоид, который плывёт быстрее, именно он достигает яйцеклетки и даёт начало новому организму. Вот мы сделали эту модель, то есть это уже наша работа, мы сделали эту модель, показали, что воспроизводятся основные вот такие результаты старения, то есть вот кривая смертности получилась, почти гамперцы получился, возрастная динамика геномных повреждений тоже, которая, собственно говоря, подтверждается. А сейчас это просто очень хорошо известно, потому что эта вот популяция с включённым кроссинговером вымирала наша модельная, а с включённым она вот так вот стабильно существовала. Но надо сказать, что... Значит, ну, с одной стороны, конечно, то, что это хорошо, что вот все результаты воспроизведены, но, в принципе, вот эта вот теория, а теория, собственно, отличается от... То есть мы её назвали информационной теорией старения, просто потому что, во-первых, она характерна для любых информационных систем, не обязательно генетических. Вот. А во-вторых, нужно было отличать от теории соматических мутаций, потому что, когда вот эта теория соматических мутаций формировалась, у них была проблема, что зародышевые линии эти мутации не должны накапливаться для того, чтобы не было этого парадокса. А у нас теперь этой проблемы нет, поэтому мы её назвали вот так. Но, значит, тем не менее, вот эта вот теория как бы представляется очень пессимистичной. Вот представьте себе, в каждой клетке вашего организма накапливаются ошибки, да? А что делать? Вот можно ли какое-то предложить лекарство, которое вот исправит все ошибки во всех клетках нашего организма? Причём сейчас уже даже известно, то есть вот мы в 2009 году опубликовали эту работу, а в 2010 году уже были получены первые результаты по численной оценке количества ошибок, которые происходят за год у человека. В стволовых клетках зародышев это две ошибки в год. То есть вот за 100 лет жизни мы накапливаем, грубо говоря, 200 ошибок кинетических в каждой клетке. И вопрос, а можно ли какое-то лекарство, которое эти ошибки будет исправлять? Сразу можно сказать, что нет, не существует никакой такой умной молекулы, которая сможет отличить неправильную последовательность нуклеотидов от правильной. И поэтому, в принципе, казалось бы, это очень сложно. Но на самом деле есть способ существенного продления жизни вот в такой схеме. И он выглядит, это называется отложенная аутотрансплантация костного мозга, выглядит он следующим образом. То есть если в начале жизни, грубо говоря, на первом этапе жизни мы возьмём некоторое количество костного мозга у молодого организма и поместим в криобанк, то в этом криобанке эти ошибки накапливаться не будут. И таким образом, значит, вот организм состарившись, вот, а клетки в криобанке сохраняют свою, условно говоря, первозданную, скажем так, первозданное качество. И поэтому на каком-то заключительном этапе вы можете ввести эти клетки. Эти клетки, они достаточно умные, это стволовые клетки. Они, будучи введённые в кровяное русло, селятся в косточки, размножаются там и, собственно говоря, обновляют клеточную популяцию. Ну и, в общем, можно ожидать какой-то такой эффект омоложения, который, в общем, достаточно, скажем так, может быть кардинальным. Вопрос о том, как с помощью такой технологии, то есть насколько можно будет продлевать жизнь. Здесь оценки, конечно, очень разные, потому что это всё зависит от того, насколько репрезентативна вот эта вот популяция стволовых клеток в костном мозге, какие там другие существуют ограничения. Но на самом деле, в принципе, это может быть достаточно большим, то есть там 200-300 лет и так далее. Мы провели эксперимент, я не буду здесь подробно останавливаться, провели эксперимент на мышах, там единственное, что я скажу, что с мышами очень трудно обеспечить вот такой эксперимент. На людях такой эксперимент поставить просто очень долго, то есть это нужно, грубо говоря, вам сейчас дать, да, костный мозг, где-то лет через 100 это будет понятно, работает эта технология или нет. А на мышах, в принципе, они живут там полтора года, если это такие вот линии высокоимбредные, и на них можно проверить, там, работает или не работает. Единственное, что у них очень трудно взять так костный мозг, чтобы они остались живы. И поэтому брали просто у сингенных мышек, он не совсем тождественный, поэтому он элиминировался. Но вот для высокофингенных трансплантаций получено 34% увеличение продолжительности жизни. Ну вот это всё контролировалось там. Вот сейчас у нас новый результат получился, что уже не только средняя продолжительность жизни этих мышек увеличивается, но и максимальная. То есть, в принципе, вот такая вот технология, я просто хотел о ней рассказать, что вот она существует, и что не исключено, что мы сможем продлить время, как это называется, нормального функционирования нашего носителя, то есть лет так на 100, на 200. И это тоже можно будет воспринимать, как некоторое направление человеческой эволюции. Потому что, да, если мы сумели, условно говоря, увеличить продолжительность жизни, мы существенным образом изменили качество нашего биологического носителя, и это в какой-то степени часть нашей жизненной программы. И это тоже часть эволюции, такой нацеленной, направленной, и которая, собственно, позволяет... Ну, здесь я просто... Все у нас восстановлены результаты популяционной вот этой вот теории старения. Вот так это... Это еще тоже интересный такой результат, ну, просто... Потому что вообще вот эта теория, информационная теория старения, она как бы вообще в принципе в геронатологии существовало два класса теории, то есть теории запрограммированного старения и теории накопления ошибок. Вот эта теория, она как бы находится одновременно в рамках этих двух классов. С одной стороны, время жизни запрограммировано, потому что определяется скоростью накопления ошибок с одной стороны, и с другой стороны, информационной устойчивостью нашего генома к накоплению этих ошибок. То есть накопление какого-то количества ошибок в информационной среде не всегда приводит к неправильной работе этой среды. Например, винчестер, он всегда имеет какое-то количество сбойных секторов, но если это количество сбойных секторов не слишком велико, он нормально работает. Также у нас, если количество ошибок не очень велико, то в принципе система работает нормально. Но здесь просто показано, как устроена динамика изменения функциональности регенеративных систем, которая связана именно с накоплением ошибок, и накоплением вторичных дефектов, которые, условно говоря, зависят от того, как работают регенеративные системы. И вот видно, что если функциональность регенеративных систем падает линейно, то в какой-то степени на начальном этапе изменение уровня вторичных дефектов происходит очень маленький, а потом идёт резкое нарастание уровня вторичных дефектов, что мы наблюдаем при старении человека и при старении других живых существ. И вот, например, вот такая характерная кривая, которая показывает содержание карбонильных групп. Это ошибочные группы в белках, которые характеризуют степень дефектов в этих белках. И они очень похожи, эти кривые. Вот так это выглядит, немножко в другом диапазоне. То есть вот это показывает, почему мы так стремительно стареем. Почему мы так стремительно стареем, начиная с определённого возраста? Вроде казалось бы, всё это нарастает плавно-плавно до 30 лет, но вообще не замечаем, что мы как-то хуже себя стали чувствовать. Потом какие-то мелкие неприятности до 40 лет начинают, а уже 60-70 лет, 80 лет уже еле передвигаются. Ну, давайте так, я по поводу старения, будем считать, закончил. У меня ещё 20 минут. Я расскажу о сознании, о том, можно ли его пересаживать, резервировать и так далее. Да, это такая мечта, как бы, да, то есть пересадка сознания наподобие перезаписи программы с компьютера на компьютер открывает возможность неограниченного существования нашего «я», но того человека, который является симбионтом примата, да, если мы вот будем рассматривать таким образом человека, как симбиотическое существо. «Резервирование информационного слепа позволит воскрешать людей, погибших в результате аварии, катастрофы и так далее». Вопрос о том, насколько вообще это достижимо. Вообще, можно ли каким-то образом нам, скажем так, создать искусственный носитель того, что называется сознанием. Для этого нам нужно оценить информационную... Так, ех, у меня что-то здесь потерялось, да? Там вот видно вот здесь десяточку, да? Ну, я буду показывать просто. Так. Что-то у меня здесь... Ну, да, что-то как-то вот у меня здесь все те самые, да. Ну, не важно. В общем, мы, в принципе, знаем... Сегодня мы очень хорошо знаем, как, ну, условно говоря, работают нейроны. Не очень хорошо знаем, как работает мозг в целом, потому что это сложная система. Вот. Но, в принципе, мы можем оценить примерно информационную, скажем так, информационную мощность системы, которая необходима для описания нейронной структуры мозга. Вот. Ну, для этого мы должны оценить, скажем, сколько нам нужно памяти, да? Вот. У нас 10 миллиардов нейронов в коре главного мозга. 10 тысяч симмиксов примерно на один нейрон. Это 10 десятый, 10 четвертый. И 10 байт, предположим, на описание одного симмса. Мы получаем величину 10,15 байт. Много это или мало? 10,15 байт. Вот я когда-то, когда я делал этот доклад, это был 2004 год, это казалось много. А сегодня, в принципе, ну, у нас, я не знаю, у меня винчестер 10 терабайт, это примерно получается, а? Терабайт? Нет, это тысяча, если 1 терабайт. А если 10 терабайт, то всего 100. То есть, на самом деле, это уже как бы обозримое, да? Вот. Ну, вот здесь у меня быстродействие посчитано тоже. Я не знаю, это видно там, что быстродействие. То есть, 10,16 операций в секунду. Вот. Я вот здесь сравнил это с персональным компьютером. Тоже здесь, я не знаю, видно или не видно. То есть, быстродействие у нас отличалось, человеческий мозг 10,16, а персональный компьютер, это еще был 1 ГГц, и это еще был один процессор, это был 2004 год. Сейчас эту величину можно увеличить, так смело, да? Вот. И оперативная память тоже. Ну, в общем, это отличалось примерно на 5 порядков. 5-6 порядков. Вот. И, исходя из закона Мура, который вот у нас показывает, как у нас изменяется вычислительная мощность персональных компьютеров, мы можем спрогнозировать, что это, значит, необходимая мощность будет достигнута через 50-60 лет. Вот. Слушайте, а что такое сингулярность вообще? Кто же, вы слышали, кто-нибудь? Знаете, знаете, такое вот Курцвелл, сингулярность? Слышали, да? Что это вот 2025 год, вот когда у нас произойдет что-то такое вот необычное. Вот это 2025, собственно говоря, вот когда просто один такой мой знакомый, с которым я делал этот доклад, он просто знал Бестрома и Курцева, вот, и они, собственно, сделали... Только я это делал для персонального компьютера, поэтому получил где-то, ну, условно говоря, 2060 год, когда мы сможем, персональный компьютер достигнет такой вычислительной мощности, что, в принципе, мы сможем моделировать человеческое сознание. Но суперкомпьютеры достигнут этого предела раньше, и вот здесь, собственно, изображены именно суперкомпьютеры, да? Вот. А здесь, вот, собственно говоря, та вычислительная мощность, которую вот они 10-15 тоже пишут, вот, которая, в принципе, уже достигнута. То есть, на самом деле, для суперкомпьютеров необходимая мощность уже достигнута, и в какой-то степени непонятно, почему мы сегодня не можем переписать наше сознание в компьютер, потому что вроде как достигнут. Ну, поэтому я и писал про персональные компьютеры, потому что, на самом деле, там нужно было ещё кое-что сделать. Вот. Я не буду сейчас это подробно останавливаться, но я скажу так, что, на самом деле, проблема существует не в том, чтобы смоделировать наше сознание, а в том, чтобы считать сознание, грубо говоря, с нашего мозга. То есть, у нас там существуют какие-то вот нейроны, какие-то синапсы, какие-то связи между синапсами, но, на самом деле, воспроизвести это на суперкомпьютер, нужно знать, какой нейрон с каким связан, какой весовой коэффициент там с этим нейроном ассоциирован и так далее. То есть, ну, грубо говоря, так, я вот здесь сейчас просто немножко к теорию нейронных сетей как бы вас веду. Ну, вот мозг, грубо говоря, как нейронная сеть, представляет собой совокупность нейронов, которые, на самом деле, можно рассматривать как пороговые элементы. То есть, пороговые элементы – это вот некая такая функциональная зависимость, когда состояние некоторого нейрона n в момент времени t плюс δt определяет состояние нейрона, который, на самом деле, связан, вот, грубо говоря, вот этот вот нейрон, он связан с нейроном предшествующим, который задаётся геометрией связей, то есть, вот номер присинаптического нейрона, вот это вот топология связи между нейронами, вот эти коэффициентики, а это весовые коэффициенты синапса. То есть, вот, грубо говоря, две таких матрицы вы должны знать для того, чтобы восстановить нейронную сеть мозга. Вот, откуда взять эту информацию, вот об этих матрицах, на самом деле, непонятно. Ну, пока нет, куда взять. И, на самом деле, это представляет собой достаточно большую задачу. Вот здесь я написал, какие задачи нужно решить для реализации переноса сознания на искусственные носители. То есть, надо обеспечить период сохранения нейронной структуры мозга человека, произвести оцифровку, морфобия, химической структуры мозга с разрешением 10 нанометров, ну, чтобы понять, какой нейрон с каким связом, то есть, нужно все, соответственно, мембраны, всех аксонов, там, дендритов восстановить. На основе морфобиохимической структуры мозга восстановить структуру связи и весовые коэффициенты. Создать компьютер, обладающий характеристикой, позволяющей моделировать процесс мышления. Значит, задача 1 и задача 4 сегодня могут быть решены. То есть, в принципе, обеспечить криосохранение нейронной структуры мозга сегодня возможно. Создать компьютер, в принципе, тоже возможно. Но вот эти две задачи представляют собой большую сложность. И это хорошо, поскольку к тому времени, когда решение этих задач станет возможность, компьютеры для решения задач 4 станут доступны широкому потребителю. Вот мысль такая, что на самом деле сейчас это было бы негуманно, потому что мало кто из нас сможет позволить себе купить суперкомпьютер, такой вот из топ-500, да, чтобы записать свое сознание. А вот через 50 лет, в принципе, эти компьютеры станут доступны. И, в общем, ну, здесь я просто провожу некоторые аналогии между оцифровкой фильма и оцифровкой, на самом деле, сознания. То есть, когда-то казалось, что вообще вот цифровая музыка никогда не сможет передать, на самом деле, все эти нюансы, там, так сказать, музыкальных композиций, которые вот живой звук, например, создает, там, крепко страдивари, вот она не оцифровывается, понимаете, на самом деле, в общем, оцифровывается, и уже самые ведущие фирмы выпускают цифровые рояли там, и ничего страшного в этом нет, и, собственно, музыканты играют на цифровых роялях, и, в общем, в этом нет ничего страшного. Вот. И, на самом деле, то же самое с фильмами. То есть, если мы говорим о том, что раньше фильмы, значит, это, там, ну, я не знаю, такие вот бобины с кинопленкой, значит, то сегодня на одной флешке мы имеем там 10, 20, там 100 фильмов, мы можем в оцифрованном виде хранить, и в какой-то степени это вот некоторая аналогия с оцифровкой сознания. То есть, мы должны считать структуру мозга, потом её оцифровать, рассчитать эти коэффициенты, и, соответственно, вот это вот уже компьютер, в котором коэффициенты связей и весовые коэффициенты будут тождественны, значит, например, нашим связям, он, можно надеяться, что он будет содержать нашу личность. А вообще, вот я, кстати, между прочим, просто пока я ещё дальше не рассказываю, мне вот интересно мнение. Вот, действительно, как вы думаете, если нам удастся, предположим, решить этот вопрос, да, если компьютер будет работать полностью аналогично нейронной структуре нашего мозга, будет ли этот компьютер обладать сознанием, тождественным нашим? Вот, предположим, это удалось решить. Вот, предположим, некоторая нейронная структура, кибернетическая, компьютер, да, полностью воспроизводит, скажем, работу нейронов нашего мозга. Необходимо, наверное, ещё и, собственно, органы, которые дают какие-то архитекты? Ну, вы имеете в виду глаза, там... Там, наверное, чувств, но и... Ну, это... Не, имеется в виду, что, конечно, естественно, то есть это всё моделируется, как это называется, очень детально, то есть и зрение, и слух, то есть всё это оцифровывается, и нейроны, которые существуют там в улитке, там, они тоже, собственно, являются частью мозга, и те, которые сетчатки глаза, это тоже часть, собственно, нашего мозга. Естественно, эта вся структура моделируется, и все моторные нейроны тоже моделируются, соответственно, исполнительные механизмы, то есть рука там, всё как-то... Просто, вот, не знаю, есть люди, потому что они просто думают так, что вот, если, даже если мы всё это повторим, и да, если будет вот создан такой вот, скажем, киборг, который полностью тождественен, скажем, ну, какому-то человеку, то всё равно вот божественной искры в нём не будет, вот, и потому что вот там есть что-то такое, чего мы ещё не знаем, вот это вот оцифровать точно не получится. Вот, на мой взгляд, это, ну, как сказать, это вот такое достаточно частое заблуждение, потому что вот то же самое говорили, что виниловые пластинки, вот никогда там, я не знаю, там, все, как это называется, музыка цифровая никогда не вам не сможет вот повторить вот это вот очарование, там, виниловых пластинок. Ну, тем не менее, как говорится, там, ну, пожалуйста, есть специальные, там, как это сказать, специально оцифрованные эти виниловые пластинки со всеми этими шумами, чтобы вы слушали, там, в виниловом качестве, там, понимаете, то есть, ну, ну, это я так, к слову просто говорю. Вот, ну, вот, значит, интересно, вот, интересно просто такая оценка, тоже любопытная, сколько времени будет длиться фильм объемом 10-15 байт, если фильм на полтора часа занимает 1,5 гигабайт. Ну, можно рассчитать. Очень любопытно просто, потому что, потому что время, которое получается здесь, да, это получается, так, это время, которое здесь получается, это получается время, собственно говоря, практически нашей жизни, то есть фильм, который занимает те самые 10-15 байт, он будет длиться всю нашу жизнь, как бы, да, то есть вот это примерно характеризует информационную емкость нашего мозга. Это, на мой взгляд, это совпадение не случайно, а оно, в общем, как бы характеризует, собственно говоря, масштаб того, что надо сделать. Ну, вот, теперь давайте попробуем как-то посмотрим, что нам нужно сделать, чтобы оцифровать мозг вообще. Можно вот так просто просканировать, то есть, да, то есть вот оцифровка личности, то есть с фильмом понятно, да, то есть с фильмом понятно, музыка понятно, там фотографии понятно, мы можем оцифровать, к этому мы уже привыкли. А вот можем ли мы оцифровать личность? Так, ну вот, значит, что у нас такое? Значит, здесь у нас спектральная характеристика нанообъема размером 10 на 10 на 10 нанометров, там, 100 байт. Оценка необходимого объема памяти для хранения оцифрованной личности. И мы получаем уже гораздо большую величину. не 10 в 15-й, которая нам нужна была для того, чтобы моделировать нейронную структуру мозга, а уже получаем 10 до 23-й. Ну, тоже, в общем, как бы величина, так величина. Но интересно, вот сколько времени мы будем оцифровывать, если будем использовать современные микроскопы? Понятно, да? То есть, вот если мы, значит, кадр там 1000 на 1000 пикселей за одну секунду в одной длине волны, скорость сканирования там 10 байт, секунду, время сканирования, ну, в общем, можно посчитать, в общем, как это называется, и, в общем, как бы немножко расстроиться по этому поводу, сказать, что да, вот теоретически это все было бы в этом возможно, а на самом деле все, как говорится, все в наших руках. Значит, а теперь, если мы сделаем что? Если мы уменьшим микроскоп в 1000 раз, то есть, кто сказал, что микроскоп должен быть, вот, я не знаю, на столе стоять? Вот наши фотоаппараты сегодня, которые, ну, опять же, где-то там, да, в наших телефонах, они уже гораздо меньше, чем те фотоаппараты, которыми я пользовалась в детстве, например, да, мы. Вот. Так вот, в принципе, микроскопы могут быть тоже сделаны достаточно маленькими, вот, и они могут быть достаточно быстрыми, и, соответственно, их может быть много, да, микроскопы. И они, в принципе, могут иметь необходимое разрешение. Я вот здесь просто показываю. Это в нашей лаборатории просто мы сделали совершенно вот этот обычный микроскоп, поставили туда просто камеру и использовали. Вы знаете, что такое метод обращения аппаратной функции? Не проходили? Ну, это, грубо говоря, когда вы, если вы, собственно говоря, астрономы, вы примерно представляете себе, что каждый оптический прибор имеет разрешающую способность. Вы его фотографируете, но если вы знаете, какая аппаратная функция, на самом деле, у вашего телескопа, вы можете ее обратить и повысить тем самым, как бы, разрешение вашего прибора в какое-то количество раз за счет того, что вы знаете информацию, как этот оптический прибор портит изображение. Вот здесь просто показано, что мы обычными микроскопами вы синапсы не видите оптическими. Но вот здесь вот, на самом деле, с помощью обращения луновой функции, дешевенький микроскоп, собственно говоря, вот мы видим синапсы, вот, ну, так, ну вот здесь мы просто пишем, что ускорить оцифровку личности в 10 шестой раз, если 1000 на 1000 мы сделаем, да, и у нас уже получается, о боже, 127 лет. Уже, в общем, какая-то такая, тоже, кстати, длиной с человеческой жизнью, примерно, такой максимальной, но какая-то уже разумная величина. Но на самом деле мы еще можем увеличить, потому что нам не нужно одновременно обеспечивать спектральные возможности этого микроскопа и разрешающую способность вот именно такую, что, например, спектры нам нужно снимать с разрешением 100 нм, например. А, скажем, для того, чтобы снимать вот мембрану, которая 8 нм, ну, просто синапс, это примерно 0,1-1 микрометр, а мембрана это 8 нм. Но там не нужно спектр. Нам нужно видеть, есть мембрана, нет мембраны. И таким образом матрицы межнейронных связей и, значит, весовых коэффициентов, они требуют немножко разных характеристик этих микроскопов. И если это учесть, что мы на самом деле примерно еще можем загрубить наш прибор, при этом сохранив возможность считывания, то, значит, здесь вот получается уже оценка такая, это получается, типа, один год. Ну, тоже большая величина, вот. И, в общем, это происходит каким образом? То есть нужно брать мозг замороженный, да, его так вот фрезеровать, и каждый слой, условно говоря, оцифровывать. Слой за слоем. Вот. И можно, скажем так, если фрезеровка одного слоя 10 нм происходит за одну секунду, то вот тоже оценка получается. Представьте себе, такая, сколько. Ну, и оцифровка. Вот. Мощность суперкомпьютера, способного переварить 10 в 22 байт информации за 0,3 года, нужно оценить как, ну, просто тоже нужно оценить, это 10 в 16 флопс. Вот. Ну, вот, собственно говоря, боже мой, наше время истекло. 14.58. Я еще хотел Вселенную вам показать. 5 минут, если вы мне дадите, я вам. Ну, собственно говоря, о том, существуют ли другие Вселенные, можно ли путешествовать в другие Вселенные. Значит, я просто хотел рассказать, что если мы на самом деле будем относиться к нашей личности как на самом деле к некоторому информационному, как информационной сущности, не как вот к биологическому телу, который надо из пункта А в пункт Б переместить, да, а как просто на самом деле некоторый набор весовых коэффициентов, который нужно передать и загрузить в какое-то другое тело, да, то мы на самом деле сможем не только путешествовать к другим звездам быстро, но и, собственно, может быть, научимся путешествовать, так сказать, среди других Вселенных и о том, как устроены Вселенные. Ну, давайте это я как-нибудь в следующий раз расскажу. Все, я, наверное, я думаю, что этого вполне достаточно, то, что я сегодня расскажу. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Если бы такие большие были псинусы, это было псинусы. Еще есть какие-то вопросы? То есть существуют ли протомитохондрии сегодня? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вы знаете, на самом деле, конечно, непонятно, потому что ясно, что они в процессе такого симбиотического сожительства с хозяином, вот, эукариотической клеткой, в митохондрии очень сильно изменились. То есть часть, например, ДНК, часть белков, которые используют митохондрии, на самом деле синтезируется сегодня, грубо говоря, информация об этих белках хранится в ядре. То есть часть митохондриальной ДНК перенесена в ядро и на самом деле находится в ядре. И, кстати, у разных, скажем так, живых существ вот эта доля митохондриальных белков, которые находятся в ядре, она разная. И поэтому, в принципе, митохондрии немножко разные у разных видов. И, конечно, вот таких именно, таких живых бактерий, которые бы напоминали сегодняшние митохондрии в эукариотической клетке, их, конечно, отдельно существующих не существует. И больше того, митохондрии отдельно от клетки, в принципе, тоже их, как бы, не показано, что они могут жить, потому что они приспособлены для того, чтобы жить именно внутри цитоплазмы клетки. Они, в общем, собственно говоря, уже приспособились к этим условиям обитания. Поэтому, с другой стороны, похожие организмы на митохондрии, то есть те, которые обладают способностью синтезировать АТФ, например, и похожие, собственно, живые существа на пластиды, они существуют. Собственно, вот когда Алина Маргулис всё это исследовала, она как раз брала и показывала, что вот такие группы, скажем, бактерий, они очень напоминают эти пластиды вот по таким, по таким, по таким, по таким признакам. То же самое, когда я говорил про ядро, то есть вот ретро вирусы, которые обладают такой ядерной, квази-ядерной мембраной, они тоже вот напоминают ядро, но это всё говорит только о некоторых аналогиях, вот точно таких живых существ, которые аналогичны, например, митохондриям, ядрам или пластидам, отдельно существующих нет. И в принципе даже не может быть, потому что условия другие. Ещё какие-то вопросы? Вы про какой симбиоз говорите? То есть было ли это однократным? Или это было несколько таких? Вы знаете, вот вопрос заключается, он интересный, потому что на самом деле у растений это было очевидно разное, потому что там разные пластиды, разные типы пластид, а митохондрии более-менее одного типа. Вопрос, была ли конвергенция? Беда в том, что эукариотические клетки, они ещё обладают способностью обмениваться митохондриями. Есть такое ещё явление горизонтальный перенос генов, и поэтому вот восстановить, что там было на самом деле миллиарды лет назад, довольно сложно. Поэтому я хочу сказать, но похоже, что это было однократно. То есть вообще это вот характерно, что буквально единичные случаи, они потом редуплицируются. Ну, например, вы, наверное, знаете, что митохондриальная Ева, то есть все мы как бы произошли от одной женщины, там 200 миллионов лет назад. 200 тысяч лет назад, я поговорил, 200 тысяч лет назад жила женщина в Африке, и все мы являемся её потомками. Вот, и на самом деле основных гаплогрупп даже мужских по вот Y-хромосону, их тоже не так много, их всего 30. Это говорит о том, что на самом деле многочисленные вот такие бутылочные горлышки, через которые мы проходим, жизнь проходит, они, в общем, очень характерны. Поэтому тоже не исключено, что митохондрия была одна. Всё тогда, да? Спасибо за внимание. Всё. Спасибо большое. Вы поправите ещё, да? У меня там просто литература не хочется.